Надо было с красной, это старый ключ, он не перезаписан. Ой, как жалко. Ой, дверь открыта! Так, дверь открыта. Я-то зайду, а вдруг она закроется, я не выйду. Вот это да! Я хотела возвращаться домой. Так, не закройся, пожалуйста. Только не закройся, у меня ключ нет. Последний выходной октября месяца. И я, собравшись силами, честно вам скажу, решила пройти на озеро. И вот дошла я до ворот, еще начал капать дождик. Видите, какие у нас такие зеленые ограждения? Здесь посажены маленькие сосенки. Только я вот не помню. Ну да, это в этом году. В прошлом году меня же здесь не было. Еще вот деревья какие-то посадили. Но это вот недавно посадили. Заглянем. Нету сосенки. Здесь нет сосенки. А здесь есть сосенка. Ну, что приживется, что не приживется. И вот у нас здесь такой сосновый лесочек. Через много-много-много десятилетий. Так, там у нас... Ой, здесь такие деревья у нас попилили огромные до неба. Они представляли угрозу. Они уже сухие были, тополя. Я не знаю, сколько было лет, но это было очень-очень опасно. Я вот сегодня, спустя больше месяца, я не была здесь по состоянию здоровья. И я решила свой любимый месяц, октябрь, посвятить вот эту вот прогулку. Ну, до озера мне 700 метров и обратно мне 700 метров. Ну, вы знаете, для меня сейчас это тоже преодоление себя. Вот там впереди, по-моему, какая-то лодочка. Может быть, рыбака, может быть, просто кто-то, как мы с мужем, релаксирует по волнам. Сейчас очень аккуратно нужно спуститься. Я люблю такие спуски. Очень полезно для колен. Вот. Когда так по наклону идешь, водичка там уходит. Сейчас надо, главное, спуститься очень аккуратно. Потому что вестибулярный аппарат действительно нарушился. После уколов, после лекарств надо очень-очень аккуратно. Я вообще-то вышла на очень серьезную систему с вами поговорить. Сейчас я приземлюсь где-нибудь и хочу, чтобы вы мне помогли, чтобы вы меня мотивировали потихоньку-потихоньку. Вчера у нас был очень сильный ветер, ураган. У нас полнолуние, лунное затмение тяжелое. Ну, мы с него уже выходим. Поэтому сейчас нужно новые планы, новые проекты. Такие аккуратные, потихоньку. И один из проектов у меня, конечно же, начинать двигаться. Видите, водичка уходит, уходит, уходит. Так сильно прям уходит. Полосу уходит с озера. Ну, это, кажется, осень происходит. Первая моя всегда победа. Это вот, как я говорю, первый причал по здоровью. Потом, когда я расхожусь, там вот второй причал. Ну, и крещение, дай богу, там в конце будет третий причал. Ну, это, конечно, будет нескольким. Так, всех приветствую, дорогие друзья, в последние выходные октября. Осень еще продолжается. Вот, ну, октябрь уже уходит навсегда. Я очень серьезно хочу поговорить, прежде всего, с сама собой на тему того, что что-то нужно делать. Так, я присяду. Что-то нужно делать со своим здоровьем. И так как погода меняется, ветра могут быть, циклоны, антициклоны. Хочу, ну, вообще-то как навсегда. Вот только сентябрь, заканчивается пляжный сезон. И им как-то легче на прогулку выходить на озеро. Меньше отдыхающих. Ты можешь побыть наедине с собой. То в этом плане это очень большой плюс. Но минус это, когда ветра, дождь, холодно. Вот, то здесь, конечно, много поводов не ходить гулять. Ну, кто знает, что со мной произошло. Вот, и вы мне скажите, пожалуйста, после сердечных таких приступов, состояния здоровья, наверное, все-таки пешая прогулка, она не только желательна, она крайне-крайне необходима. Ее нужно прям в разряд, как лечение использовать для того, чтобы какие-то легкие были кардионагрузки. Но вот ходьба это лучше всего, это прокачка сердечной мышцы, лимфосистемы, винатоника. Вот, поэтому я хочу потихонечку, не пугая себя, а то я только что-то распланирую, зарядку, гимнастику, йогу. Я обязательно сломаюсь, поломаюсь, но я имею в виду заболею, или найдется 100 причин физических, чтобы это не делать. Поэтому я очень-очень аккуратно буду стараться выходить по мере настроения, интуиции. Ну, куда? На озеро, конечно. Ветер очень сильный, поэтому вот так вот. Но я хочу с вами поговорить о том, что, ну, сейчас мы выходим из полнолуния, и действительно проекты такие аккуратные, можно строить, можно воплощать в жизни. И иногда мы с вами говорили, и вы мне рассказывали о том, что вы занимаетесь скандинавской ходьбой. Вот сейчас я хочу вас спросить ваше мнение, не считаете ли это чем-то лишним, что это просто от нечего делать, эти палки в руках. Для меня, ну, буквально до сегодняшнего дня была, как бы, не очень хорошая установка, что скандинавские палки, это, как говорится, еще две точки опоры. Не можешь стоять на двух ногах идти, значит, бери еще две палки и на четырех опорах давай шурой. Ну, это какие-то психологические мои проблемы, скажем так. Вот, мне всегда хотелось ходить самой, бодро, в припрыжку, с настроения. Вот, а сегодня как-то странно, появилось ощущение и желание скандинавские палки взять в руки. Может быть, попробовать просто какие-то палочки, там, куски швабры, там, или что-нибудь, черешки какие-то, черенки от лопаты, и попробовать ходить. Сейчас у нас уже людей будет мало здесь жить, и я стеснялась раньше всегда, это, конечно, как это будет выглядеть. Сейчас как-то я раскомплексовалась, может быть, от того, что выхожу из полнолуния, и надо добавить немного эксцентризма. И вот, если бы я еще шла со скандинавскими палками, то, конечно, это бы выглядело очень-очень оригинально. Поэтому вы, пожалуйста, мне напишите ваше отношение к скандинавским палкам. Может быть, просто замените ходьбу, размахивая руками. Может быть, этого достаточно? Ну, вот, мне кажется, этого достаточно. Руки не в брюки, не в карманы, а просто вот так вот маршировать, и вот руками, и коленки, и вот так вот, чтобы ходить. Напишите мне, пожалуйста. Но почему-то мне захотелось сегодня скандинавских палок, плюс уходит полнолуние, новые проекты, и нужно придумать что-нибудь такое неординарное. Поэтому вы мне, пожалуйста, в комментариях напишите, рекомендуете ли вы, например, вот стенокардия, аритмия, ходьбу со скандинавскими палками. Вот, а для того, чтобы закрепить эффект, я вам скажу так. У меня под видео есть ссылочка на финансовую помощь. Вот, перечисляйте мне на скандинавские палки. Для того, чтобы я их взяла в руки, мне уже было стыдно их не носить с собой, не ходить с ними. Это будет очень хорошая мотивация. Вот, поэтому напишите в комментариях, как вы относитесь к скандинавской ходьбе. Это излишество, это глупости, это необходимость. Вот, и мотивирует ли меня то, что зрители мне продонатят именно скандинавские палки. И это будет прекрасная мотивация взять в руки и пошла, 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 пошла. Вот, для того, чтобы я выходила к вам на озеро в любую погоду, в любое время года. Чтобы двигаться по этой жизни, чтобы сердце работало, чтобы оно было полнокровное. Или все-таки лучше пощадить себя, посидеть, полежать или просто прогуляться в развалочку. Вот так вот, как быть и что делать. Ну, опять, это мой характер, который очень часто то взлетает к небесам, а потом почему-то очень быстро спускается на землю. Вот, ну, а если серьезно, дорогие друзья, конечно же, я пошутила о донатах. Вот, да, это было бы очень хорошо для меня, как мотивация. Потому что все посылочки, которые вы присылаете, я использую, я вспоминаю вас, я благодарю неимоверно. Но вот в данном случае это действительно, наверное, как медтехника, да. Скандинавские палки можно отнести как к медицинскому инструменту для восстановления, прежде всего, профилактики и укрепления своего здоровья. Поэтому, может быть, у вас, кстати говоря, стоят палки без дела, то вы мне напишите. Вот, и такое прекрасное у нас небо, вода, вороны летают. Вот такое у нас небо, облака, такой тихий-тихий прибой, тихая волна, хотя вчера был сильный-сильный ураган. Хочу каждый день понемногу выходить. Ну, вот, дистанция 700 метров к озеру, 700 метров к дому. Я думаю, что она для меня сейчас, ну, максимально приемлема. Вот, было лето, вон там мы на лодочке с мужем катались, как говорят, не гребли, а целовались. Ну, там, скорее всего, рыбак, там, скорее всего, рыбак. Вот, это было совсем-совсем недавно, по-моему, недели три назад мы были на этом острове, отдыхали, плавали вокруг этого острова, туда дальше. Это были незабываемые минуты, ну, вот, пришло уже похолодание, хотя у нас еще очень тепло, сейчас 15-13 градусов, будет 18 градусов, а в это мы входим в ноябрь месяц, поэтому прекрасная осень, поздняя осень. Листья уже практически осыпались, и их унесло ветром. А я на прогулке, дорогие друзья. Как-то для меня прогулка – это роскошь. Не могу я ее ввести в программу, что это здоровье. Вот, пойти, а погулять, для меня это что-то чрезвычайное. Вот такое вот отношение к себе. Там вон чайка плавает, все здорово. Ветерок такой осенний. Вот. Ой, вон чайка плавает возле мостика, видите? Поэтому напишите в комментариях ваше мнение о скандинавской ходьбе. Вот. Не даст ли она мне нагрузку какую-то большую. Может быть, просто пиши по прогулке начинать и вести их в привычку. Или можно сразу брать палки в руки и маршировать. Вот. Это будет очень важно. Ваш совет для меня. Спасибо большое. Жду ваших комментариев.